Студия Медиакнига представляет. Андрей Белянин, Алексей Табалыкин. Стреляй напарник. Месть тьмы. Читает артист Александр Городиский. Пролог. «Что есть добро?» — вопросил из тьмы дребезжащий голос. «В чем суть этой категории? Может ли оно существовать отдельно, без тени всеобъемлющего зла?» «Вы действительно хотите поговорить об этом, владыка? Смиритесь с нашей участью. Наказание, посланное нам, вполне заслужено нами. Теперь наша задача сполна — искупить свою вину, но не усугублять ее!» «Ах, ах, какая милая, тупенькая, сентиментальная речь! Сейчас расплачусь. Ты не забыл, что это по твоей вине, из-за твоей тупости и трусости я, твой владыка и повелитель, заключен в этом ничтожном предмете, вместо того, чтобы править вселенной?» «Ну, я бы не утверждал, что тут целиком моя вина, ведь...» «Заткнись, ни слова больше. Теперь у нас нет права на ошибку, и я не дам тебе ни единого шанса опять все испортить!» «Жребий уже брошен, и сама судьба ведет их к нам. О, встреча только предстоит, и у нас еще есть время к ней подготовиться. А пока...» Зловещая тишина вновь повисла под ночным небом, окутавшим словно туманный саван вершины древних гор. А полный диск луны освещал спящий у их подножия город, словно подтверждая слова неизвестного о брошенном жребии и отсутствии выбора у путников. Внезапно, где-то вдали, быть может, даже на другом конце мира, раздались глухие раскаты грома, и в коротких паузах, казалось, было отчетливо слышно. «Вперед, мои верные слуги! Час, которого мы все так долго ждем, приближается! Так ускорьте же его приход!» Конец апреля. Восхитительное и таинственное время, когда с каждым днем ночная тьма все раньше начинает отступать, без боя отдавая все захваченные территории неба во власть предрассветного сумрака и утренней зари. Но не в этот день. Туман все еще продолжает клубиться над поверхностью озера, прижимаясь к воде все ниже и ниже, словно предчувствуя опасность и стремясь закрыть собой беззащитную гладь воды. Приближение непонятного зла чувствовали и птицы. Прячась среди ветвей деревьев, они осторожно затягивали свои трели, будто из страха проявить себя слишком громко. В какой-то момент предрассветная песня оборвалась. Встревоженные птицы в едином порыве поднялись вверх, и этот порыв был понятен. Они пытались спастись в бескрайнем небе. На долю секунды над замерзшей землей повисла пронзительная тишина, словно последний отголосок недавнего покоя. По водной глади, качнув кувшинки, пробежала рябь, а у берега в торе чавкающей грязи зашелестел камыш. Вода накатывала на берег и отступала обратно. Вскоре все прекратилось. Над озером опять повисла тишина, но тишина тревожная. Медленно-медленно из-под воды недалеко от берега всплыли сгустки водорослей. Подобно кочкам, эти сгустки замерли на поверхности в полной неподвижности. Они сохраняли свое невозмутимое спокойствие, пока глаза, скрывающиеся в гуще водорослей, осторожно наблюдали за домом на берегу. Но вот наблюдение закончено. Словно подлодки, обнаружившие цель, сгустки водорослей бесшумно устремились к берегу. Ближе к суше шпионский режим тишины был нарушен, ибо невозможно пробраться через прибрежные заросли, не нашумев на всю округу. Шелест и треск камыша в утренней тишине, казалось, разносился на километры. Но группу таинственных гостей это уже не смущало. На секунду замерев у кромки воды, они поднялись в полный рост. Грязно-зеленые водоросли, подобно парикам, венчали уродливые головы с выпученными глазами, прорезными жабрами и пастями, полными мелких острых зубов. Шесть жутховатых тварей озирались по сторонам. Тела водяных монстров напоминали человеческие, но были покрыты тусклой темной чешуей. В перепончатых когтистых лапах каждого были зажаты деревянные дубинки, утыканные острыми ракушками. Весьма примитивное, но от этого ничуть не менее опасное оружие. Постояв с минуту по колено в воде, словно принюхиваясь плоскими носами, нелюди наконец начали выходить на берег, крадучись, подбираясь к дому. Разделившись, они стали окружать невысокое деревянное строение. Трое направились к двери, трое других крались к окнам. Вдруг с верхушки дерева, росшего возле дома, раздалось громкое верещанье. Рыжая белка, свесившись с ветки, возмущенно цокала язычком, сердито глядя на незваных визитеров. Монстры вздрогнули от неожиданности. Один из них тихо, но злобно зашипел на рыжего зверька. Видимо, это означало «уходи, не то хуже будет». Однако белка попалась не из трусливых, и в ответ разразилась новой порцией возмущенного писка. Досадливо хлюпнув, монстр, резко замахнувшись, метнул одну из своих дубинок в нарушительницу тишины. Пролетев мимо легко уклонившейся белки, дубинка с гулким треском воткнулась в ствол дерева. Негодование маленькой стражницы стало еще громче. Казалось, что рыжий зверек зовет кого-то, кто точно сумеет дать отпор нежеланным гостям, нарушившим утреннее умиротворение. Внезапно изнутри дома раздался грозный собачий лай. Осознав, что первоначальный план повелителя по соблюдению полнейшей тишины и абсолютной внезапности нападения безвозвратно провален, монстры дружно ринулись в атаку. Трое с разбегу навалились на дверь, стараясь вынести ее с петель. Остальные стали трясти оконные рамы, пытаясь раскрыть их снаружи. Вдруг раздался громкий хлопок. Стекло одного из окон взорвалось изнутри, снося прочь стоящего перед ним нелюдя. С развороченной грудью он растянулся на траве, осыпанной мелкими осколками. Дернулся в последний раз и затих. Остальных агрессоров такой решительный отпор задержал всего на мгновение. С еще большим остервенением они продолжили попытки ворваться в дом. Лезущие в окна оставили в покое рамы и просто повыбивали дубинками стекла, открывая себе доступ в хлипкую цитадель. Ну и, как понимаете, такой вандализм тоже не остался без ответа. Раздался громкий второй хлопок, и монстр, уже вставший на подоконник, схлопотал заряд крупной дроби прямо в пасть, отчего уродливая голова оказалась почти оторвана и повисла на лоскутах, а он сам обвис в оконной раме. Третий водяной гость, проявив немалую прыть, сумел таки протиснуться внутрь, но только для того, чтобы уткнуться носом в ствол охотничьей сайги. Грохнул очередной выстрел, и незваный гость с развороченной мордой вылетел обратно через окно, с еще большей скоростью, чем проник в него. Не ведая о судьбе своих боевых товарищей, монстры, штурмующие дверь, продолжали бесплодные попытки ее выбить. Вдруг в какой-то момент между таранными ударами раздался тихий щелчок открываемой задвижки. Штурмовики не успели среагировать, и, навалившись плечами на дверь, распахнули ее настиж, потеряли равновесие и грохнулись на пороге. А потом началась бойня. С грозным рычанием на врага кинулся огромный серый волкодав. Завязалась потасовка, которой атакующая сторона явно не была готова. Злобно шипя, мешая друг другу, они не могли справиться с могучим комком мускулов, успевшим искусать всех троих и напоследок вцепившимся мертвой хваткой в загривок самого крупного. Одному из монстров таки удалось подняться, но лишь для того, чтобы встретиться лицом к лицу с крупнотелым, бородатым мужиком-хозяином дома. Тот, сжимая в руках ружье, притаился рядом с дверью, спокойно наблюдая за обоем своего лохматого друга. Поднявшемуся монстру, хозяин резко врезал прикладом между ушей, разом выбив из него дух. На полу затрясся в предсмертной агонии монстр, чья шея хрустела в страшной пасти пса. Последний чешуйчатый визитер, истошно шипя, отмахиваясь дубинкой, сумел выползти на крыльцо и, резко вскочив, бросился на утек, направляясь к озеру. Перешагнув валяющиеся на пороге тела, бородатый мужик вышел наружу. Поглядев в спину убегающего, он выждал, пока тот добежит, казалось бы, до спасительной воды, после чего выстрелом навскидку завершил утренний бой своей безоговорочной победой. Все. Бородач постоял еще несколько секунд неподвижно, прислушиваясь, не шастают ли где поблизости другие монстры. Вместе с ним прислушивался и серый пес, тоже вышедший на крыльцо и замерзший у ног хозяина. Пока они так стояли, та самая рыжая белка, что первой подняла утренний кипиш, перепрыгнула с дерева на крышу и, пробежавшись по кровле, спрыгнула на плечо хозяину дома. «Доброе утро, Алиска!» Поприветствовал тот пушистую охранницу. Зверек радостно затороторил, зацокал, щекоча усиками ухо мужчины и вертя хвостом, как вертолет пропеллером, словно говоря, «Вот видишь, я не мелочь рыжая, а вполне ценный служебный экземпляр и не дрыхла без задних лап, как некоторые собаки Баскервилей, а верно держала свой пост, первой заметила врага, и если бы вы не мешали, то вполне самостоятельно могла бы справиться со всей нагрянувшей толпой нелюдей». «Да, да», — согласился с ней Бородач, отклоняясь от щекотки, «и основа у тебя в долгу. Ты опять первая их заметила». Ушки с кисточками смешно дернулись, фиксируя похвалу о хвост, на мгновение перестав крутиться, встал столбом, дрожа от радости. Но молчать долго, наверное, было выше беличьих сил, поэтому, снова завертев хвостом, Алиска продолжила тараторить уже с более горделивым видом. «Конечно», — согласился с ней человек. «Я всегда ценил тот вклад, что вы с Петрухой», — он потрепал по мохнатой холке пса, «вносите в охранение моей персоны. Из меня лично награда — миндаль, грибы и лучшее место за столом, как обычно». Поняв, что угроза, скорее всего, миновала, хозяин дома прислонил ружье к перилам крыльца и, с удовольствием, наблюдая за поднимающимся из-за горизонта солнцем, достал из кармана штанов фляжку, отвинтил крышку. При виде этой манипуляции белка возмутилась, сердито тараторией, стуча лапками по уху собеседника. «Спокойно, спокойно!» — воскликнул он, поднося сосуд к носу зверька. «Это всего лишь морс. Морс из ягод!» Недоверчиво ворча, Алиска подозрительно принюхалась к содержимому фляжки и, не почувствовав алкоголя, снова беззаботно затороторила, делясь с мужчиной только им двоим понятными новостями. Слушая ее в полуха, почесывая пса, хозяин дома продолжал любоваться рассветом, прихлебывая ягодный напиток. Солнце довольно быстро поднималось, успев уже несколько раз сменить красочную палитру окружающего пейзажа. «Красотища!» Восхищенно выдохнуло наконец, нарушая тишину. «Сколько раз на это смотрю, никогда не надоедает. Наверное, только из-за таких моментов я возвращаюсь сюда из-за граней». Белка выпросительно уставилась на него что-то быстро процоков, «Ну почему ничего?» последовал ответ. «Есть еще в этом мире приятные вещи. Даже, пожалуй, тут много чего хорошего». Пушистая собеседница выдала порцию вопросительного фырканья. Мужик от души рассмеялся. «Да, да!» охотно согласился он, пряча улыбку. «Миндаль и кешью тоже в числе этих приятных вещей». Сделав еще один глоток морса, мужик убрал фляжку, подхватил ружье и обратился к суровому псу. «Ну что, Петр Васильевич, пора немного прибраться. Беги в чулан за лопатой. Будем яму копать под рыбьи потроха». Пес с явной неохотой отправился за инструментом, то ли рыча, то ли ворча на ходу. «А кому сейчас легко?» крикнул ему вслед хозяин. «Ты еще со мной у граней не был. Вот уж там заварухи, так заварухи. Нечета тутошним потасовкам». Алиска на его плече издала протяжный вопросительный звук, перехватывая беседу. «О, поверь!» многозначительно протянул человек. «Ты даже представить себе не сможешь, что там творится. Да с каждым днем все хлеще и хлеще. И, как мне говорят, это только цветочки». Еще одна серия вопросов на беглом беличьем языке заставила мужчину с некоторой грустью взглянуть на труп монстра, лежащего у кромки воды. И с плохо скрываемой досадой в голосе ответить. «Капитан звонил. Предупредил, что послезавтра ночью начнется сущий ад по всем фронтам. Грозился массовым прорывом нечисти из-за граней. И что самое гадкое, надо ждать удара в спину. Здесь. У нас». Белка навострила ушки, перестав махать хвостом, и что-то испуганно затороторила. «Не, не боись!» поспешил успокоить ее бородач. «Начальство обещало прислать подмогу. Пока я буду у граней, они будут вас здесь охранять». Скептический писк зверька вызвал у человека усмешку. «Говорю же, не боись! Вряд ли пришлют кого ни попадя, там таких не держат». Хотя кого именно тоже не уточнили. А мне и самому хотелось бы знать, кто же тут вместо меня будет рубеж держать? «Говоря, эх, ааа ех...» хочет их